Упаковали деток, бежим к детскому врачу. Ой, тут такой дом красивый, новый. У врача все прошло очень хорошо, даже намного лучше, чем я ожидала. У Эмми было по возрасту такое обследование обычное, там с ними всякие тесты делают, вес, рост, и что они там, фигурки какие могут нарисовать, и всякие вопросы. У Лауры была прививка. Сейчас уже в Германии по закону обязаны родители ставить детям прививку, которые ходят в садик и в школу, то есть без этой прививки уже школа или садик не имеют права брать ребенка. Вот так-то. Получается практически принудительное. Если вы скажете, что окей, не отдавай в сад, если не хочешь прививку ставить, ну, а в школу-то как, рано или поздно получается придется. Вот так. Поставили прививку, она даже не заплакала, я ее держала на коленках, и, ну, она так смутилась, ей не понравилось, но не заплакала. А все остальное, там, обследование, ушки посмотрели, горло посмотрели, она так заинтересована, смотрела, что с ней происходит, что делают, прослушивали ее, тихонько сидела так. Молодец. Я помню, Эмма плакала вообще без остановки, но она не долго, но сильно плакала. А, кстати, предыдущие разы прививка Лаура тоже плакала, и она очень громко плачет у меня. Вот в сравнении с Эммой, Эмма у меня такая тихая плакунья, сказать. А Лаура громко, сердце разрывается у матери. Завтрак сегодня у нас, ну, из-за того, что мы были у врача, был скромный, поэтому я быстренький перекус сделала. Вот эти вот лепешки, они наполнены сыром. Я их решила еще так пополам разрезать, получилось очень красиво. Ой, ты что кричишь? Котен хочет к маминой ручке. Ну и поскольку встреча у нас была назначена сегодня очень рано утром, 8.15, мы сильно торопились, такой бардачина на кухню закрался. Сейчас я все это буду прибирать. Мы уже перекусили, подкрепились, можно начинать. Вот что бывает, когда с утра не разберешь посудомоечную машину и плюс еще торопишься. Вот такой вот бардак. Но начну я не с того, чтобы посудомоечную убирать, а, пожалуй, начну с того, чтобы лишние все предметы поубирать, чтобы под ногами не путались и не мешались. Грязную посуду я решила составить на одну половину стола, а вторую половину стола освободить, чтобы посудомоечную было легче разбирать. Кстати, я вам рассказывала, что это входит в эмминные обязанности помогать разбирать посудомоечную, но я ее не каждый раз прошу. Я как бы не хочу перегибать палку и боюсь, что ей может перебьется, наоборот, отвращение к этой работе. И поэтому все должно быть в удовольствии. Иногда ее приглашаю. Ну, как иногда. Может, два из трех раз. И тогда мы вместе. Или они вместе с папой это делают. А вот, но далеко не каждый раз. И в этот день она у меня поливала цветы, пальму, орхидеи. Поэтому я решила не дергать ее еще раз и быстренько разобрать сама. Стараюсь не брякать, потому что Лаура к этому времени уже уснула. Я вообще рассчитывала на то, что она, может быть, подольше поспит из-за прививки, из-за стресса, из-за путешествия. Но она обычный свой сон поспала. Она где-то час, может, полтора спит в среднем. Я помню, когда я ему прививала, она после этого спала по 4 часа. И температура, кстати, у нее поднималась у Эммы. У меня тут поселились вот такие стаканчики. Новые, из Икея. И они мне так нравятся, так удобно лежат в руке. Вот такие зелененькие для взрослых, они побольше. И беленькие для детей. Они всем членам семьи очень нравятся. Я вижу это по той чистоте, как у нас пьют воду теперь из них. Наконец-то я нашла подходящее место для противня и решетки. Они такие большие, вон встали как хорошо. До этого они у меня хранились, где попало. Но в духовке я не люблю их хранить. Мы очень часто пользуемся духовкой. Почти каждый день, наверное. Вот. И мне хотелось, чтобы духовка была пустая. Замочила чашу от мультиварки, потому что варила кашу, не сразу отмыла, и теперь пришла расплата. Видите, какая у меня неудобная раковина? Это просто ужас ужасный. Она слишком маленькая. То, что она круглая, это тоже неудобно. И кран, который выходит из стены, все неудобно сделано. Я спрашивала мужа, может нам переделать на свой лад что-то как-то получше. Но пока мы ни на что не решились, и все остается так. Вот мечтаю о раковине, как у американок. Какая-нибудь огромная, глубокая, квадратная. Вот там, наверное, вообще посуду мыть в кайф. Кто из вас знает, можно ли чашу от мультиварки мыть в посудомоечной машине? Мне кажется, что нельзя, и поэтому я еще ни разу не решилась ее там мыть. Боюсь испортить, но за любую информацию буду благодарна. Как вы видите, у меня слева находится лук, который пророс. Я его поставила в воду, думала, у нас будет зеленый лук, а он как-то так вяло растет, прям, вот хоть выбрасывай. В холодильнике купленный зеленый лук, сочный, свежий, большой, а этот какой-то доходяшка, даже не хочется его есть. В этом году что-то все очень плохо и медленно растет у нас, удивительно. Помыла плиту обычным способом, обнаружила, что она не отмылась. Вспомнила, что мама мне давала какое-то средство специальное для кухонного жира. Решила опробовать. Не понравилось мне, как оно брызгает, потому что оно вправо-влево, как бы на радиусе таком большом брызгает, получается, не туда, куда тебе надо. В том плане, что слишком большой радиус. Ну и пока средство действует, я протираю другие поверхности. Видать, я слишком мало времени ему дала, я не знаю. Ну, в общем, я терла, 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 терла. Терла, терла, еще раз терла. Ну, ну не оттерлась, к сожалению. Когда стала тряпочкой средства смывать, я это обнаружила. И вот, не убедило меня это средство. Пришлось доставать опять лезвие и лезвием все дочищать. В камеру иногда смотрю, девочки, я проверяю идет ли запись или нет, потому что камера иногда выключается по своим причинам, надо контролировать. Ну все, теперь точно чисто. Ну и поскольку крошка спит, я решила не пылесосить в этот раз, а тихо подмести. Тем более, что мусор на кухне был такой очень крупногабаритный и правда удобнее было подметать. Потом я взялась протирать свои новые мусорные ведра. И только во время этого действия заметила там подтеки и пятна. очень обрадовалась, потому что их так, в общем-то, и не видно. Если честно, вот пробую свои силы сейчас. в этой отрасли уборка мотивация на уборку и скажу вам хотя у меня опыт есть но все-таки довольно тяжело это снимать огромный объем материалов которые надо потом смонтировать и оказалось и блин все очень даже не просто трудоемкая работа вот вы смотрите видео минут 15 может быть а у меня это много часов монтажа ой-ой-ой доставать швабру я тоже в этот раз не стала влажными салфетками протираю кухню решила сделать так по быстренькому поскольку во всех остальных комнатах пол я в этот день не собираюсь так легкая уборка у меня получается и вот наш результат везде чистота все блестит красота все на своем месте везде порядок все как я люблю обожаю этот момент ну лауре тоже не понравилось детишки собираются идти на улицу гулять с папой у мамы будет свободный часок пойду наверное еще что-нибудь поприбираю эмочка день сегодняшний подходит концу почитаем сказку и будешь спать а завтра утром в садик ура ой сейчас она меня ой эмма чтоб чуть не задушила от счастья так наша задача с тобой сейчас то есть ты ты выберешь себе одежду на завтра футболку с коротким рукавом леггинсы длинные носки и сложишься на стульчик потом будем выбирать книжку ой 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 и ты кто у нас искупался это наура пришла искупалась эмка ну что малыш давай одеваться эмочка себе выбрала наряд и сестренка решила выбирать два стульчика две девочки а потом мы будем книжку читать про кротика вчера первую часть прочитали сегодня вторую там две истории и а